Седьмое заключительное видео этой серии, чем опасны донаты. Напомню, что предыдущие шесть видеороликов были посвящены, как справить, провести день денежного соляра и все, что с этим связано. Если вы еще пока не смотрели, посмотрите предыдущие видеоролики, иначе вам будет непонятно. Напоминаю, что 26 марта 2024 года, а может быть это будет каждый год, ну не знаю, ну в общем один день в году, в день моего личного денежного соляра, вы можете воспользоваться скидкой 50% на все мои услуги, на консультации, на марафоны, на боты, обучение, мастер-классы, книги, рабочие тетради. Так господи, неужели у меня столько всего? Сама удивляюсь. Вот 50% 26 марта с 11 часов утра и до полуночи, если оплата поступает в этот день. Итак, значит это было первое видео, потом мы с вами поговорили во втором видео, как рассчитать свой личный денежный день соляра, лично ваш. Затем мы с вами говорили, верю-не верю в солярный этот день, про все эти какие-то астрологии, нумерологии, фэн-шуй, чё с дела, да? Вот про это мы с вами поговорили. Потом как важно, что за ритуалы в следующем видео было, какие ритуалы, как справить денежный свой соляр для того, чтобы финансовый год был максимально благополучный. Затем мы с вами поговорили про свидетелей своей жизни, как видеофильмы снимать для того, чтобы максимально потребность вот это удовлетворять, да? Затем мы с вами поговорили, следующий был видеоролик про донаты, вот которые иногда просят люди, а вот в этот день скиньте мне, пожалуйста, денежки там на карточку и так далее. Начали эту тему. И вот сейчас седьмое видео как раз завершаем. Опасность вот этих донатов. Прошлое видео было про энергетический, да? Что как-то там дыры мы оставляем в энергополе, когда мы что-то бесплатно, ну, просим. А теперь давайте вот подальше от эзотерики, от нумерологии. И давайте с точки зрения, ну, вот чисто психологии, да? Вот смотрите, что с нами происходит. Чем опасны донаты, когда мы просим? Вот смотрите, когда, что здесь происходит? Каждый человек, который просит какой-то донат, ну, там, скиньте мне или дайте мне, вот сколько не жалко, дайте. Что происходит? В этот момент любой человек, ну, как сказать, любой, ну, давайте так, 99% людей там, сделаем ведь что 99, а не 100, да? Мои представители 100, ну, пусть 99% людей в этот момент испытывают какой-то неловкость или стыд. А правильно ли я делаю, что я прошу? То есть в этот момент мы сталкиваемся с своей жадностью, которая есть у каждого человека. Ну, представьте, что у каждого из нас есть такая прекрасная, замечательная зеленая жабка внутри, которая называется жадность. Нам, конечно, кажется, что все остальные жадные, кроме меня, я вся такая хорошая, красивая, пушистая, у меня нет зеленой жабы, да нифига. Короче, она есть у всех, да? Как вот желчь есть у всех, как в туалет мы все ходим, точно так же мы все завидуем, точно так же у нас есть у всех жадность. Мы просто проживаем это немножко по-разному, более ядовито, менее ядовито, чаще с этим встречаемся, реже, но в любом случае это есть у всех. То есть это, ну, как бы фундамент психологии, да, то, что у всех людей есть все эмоции, и все эмоции – это нормально. То есть это то, что отличает психологию от каких-то духовных, религий и так далее, да? То есть во всех остальных каких-то направлениях считается, что, о, боже, спрячь, ты не должен обижаться, ты не должен завидовать, если ты завидуешь, то ты плохой. И психология в этом месте говорит, да нет, все эмоции есть у всех людей, они все нормальные, давайте их легализовывать и просто учиться их проживать. Как их прожить легче, как их прожить более легально, да? Итак, значит, что каждый человек, который просит вот этот донат, ну, например, в день денежного соляра или в другие дни, когда говорит, скиньте мне, пожалуйста, там три копеечки какие-нибудь, ну, там, мне на карточку, допустим, да? Что в этот момент? Первое, активизируется внутренняя жадность. Жабка, блин, денег хочу, кто бы что-нибудь перевел, ожидательно халяву. То есть первое, появляется чувство жадности, следующая эмоция, за ней следом идет стыд, потому что стыд, если в маленькой степени, такая неловкость, скованность, сомнения, то есть, да, это стыд, ну, просто в маленькой степени. Почему? Потому что нас всех с детства приучили, что жадность – это якобы плохо. Поэтому мы в это поверили, потому что жадные люди нам неудобны, нам неудобен жадный ребенок, который не отдает игрушку соседнему. Мы говорим, а фу, какой ты жадный, тебя любить никто не будет, да, тебя мама любить не будет, если ты будешь жадный. И мы как бы поверили с детства, что жадность – это, типа, наверное, плохо. Вот, поэтому, значит, первое, человек просит донат, первое, активизировалась жадность. Не очень приятное чувство, потому что оно сильно застыжено, то есть пошел стыд. Стыдно, да. Тебе дальше пошел страх, только бы никто не заметил, да, что вообще-то мне неловко и стыдно. Что пошло дальше происходит? Допустим, человеку кто-то переводит, например, или не переводит. Не переводит, а у человека начинается раздражение, потому что за стыдом всегда следующая реакция – идёт злость и раздражение. Идёт злость, либо, блин, вот что, не могли скинуть, что ли? Я вот ожидала, что тут-то-то-то-то, наверное, скинут. Или, например, или там, допустим, на свадьбы денег иногда дарим, не иногда, а всегда, да. Вот одно ожидание, а вот, например, по-другому, и такая, угу, и вот пошли реакции. То есть дальше, после первая – жадность, второй – стыд, дальше раздражение. Раздражение, что перечислили не столько или подарили не столько, или могли бы вот так, а что не так, а что да, короче. Дальше пошло злость на этих людей. Что дальше? Вот все ровно эти же эмоции. После этого человек замечает свое раздражение и злость к тем, кто перевел недостаточно много. Ага, вы вот смотреть-то смотрите, пользоваться-пользуйтесь, а денег-то вот и не перечислили, а я тут столько пашу на вас, я там записываю там еще чего-то, делаю там для вас, да. И вот там я тебе помогла, и вот там, и ага, и вот здесь, вот здесь, а ты мне нет. Короче, дальше пошла куча злости. После этого идет опять стыд, снова жадность. Блин, я хотела, а мне не дали. И то есть начинается круговорот. Жадность, стыд, злость. И это колесо начинает раскручиваться. То есть оно будет раскручиваться в зависимости от количества людей, которые узнали об этом, да. Потому что если вы, например, скинули, предположим, и об этом, о том, что вы попросили донат, и предположим, об этом узнало там 10 человек, у вас вот одно колесо раскрутилось, вот этой воронки, жадность, стыд, злость. Если узнали 100 человек, у вас больше колесо, то есть у вас еще больше жадность, у вас больше стыд, вы уже не хотите этих людей вообще видеть, ну, например, ой, не дай бог, господи, не встретить того, кто вообще это прочитал, там, этот пост или еще там что-то, да, то есть в зависимости от количества человек, в зависимости от их реакций, начинается вот эта воронка раскручиваться. Что дальше происходит? У всех людей, которые прочитали это сообщение, например, вы прочитали сообщение у какого-то вашего знакомого, будь то родственника, не родственника, у кого-то блогера, прочитали, скиньте мне, пожалуйста, там вот на халяву денежку, пожалуйста, в честь там моего, например, денежного соляра. Как правило, в этот момент очень часто в большинстве случаев, ну, не во 100 случаях, но в большинстве начинает раскручиваться та же самая воронка, жадность, стыд, злость, она не может не раскручиваться, потому что тот, кто начал ее раскручивать, он всегда автоматически передаст все свои эмоции тем людям, которые в этом участвуют. Это происходит всегда и со всеми. То есть, например, если вы влюблены, вы приходите, и там все будут испытывать эти какие-то восхитительные чувства какие-то, ну, нереальные, да, если человек пришел злой в какую-то компанию, и даже сидит, ничего не говорит, и даже вот прям говорит, да-да, я вас всех рад видеть, я сам злющий, все остальные почему-то гавкаться начнут вот прям тут же, да. То есть, любой человек со своим энергополем автоматически начинает делить эти эмоции, они начинают приумножаться, если людей много, то есть, там они умножаются уже не 2 килограмма стыда, а 200 килограмм стыда, 2000 килограмм стыда, и то есть, это начинает воронка раскручиваться. То есть, допустим, вы увидели чей-то донат, скиньте мне, пожалуйста, там чего-то, и вы автоматически начинаете испытывать сначала жадность, блин, дать, не дать, у меня там сколько денег на карточке осталось, вообще-то мне там должны сейчас вот за газ завтра списать деньги с карты, вот, что-то, блин, угу, то есть, первое, включилась жадность, мне самой хочется, или мне вообще как бы и сами эти деньги нужны, да, начала жадность, потом, естественно, включается, снова включается стыд, блин, вот я что, даже не могу этому человеку, да, стыдно, я что, жадная, потом начинается злость, да вы достали уже со своими вот этими рекламами, заплати, заплати, дай, дай, да, бесконечно, ну что, я раз дала, два дала, пять, вот еще бесконечно пожертвовать, 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 да, короче, начинается злость на этого человека, а потом думаешь, блин, или, допустим, вы решили дать, скину, ага, сколько скинуть, 100 рублей, блин, стрёмно как-то, наверное, про меня подумают, что я жмотина, если 100 рублей, блин, на 500, а может, мало, а может, на 5 тысяч от меня ждет, блин, а может, не ждет, да, фикс 2 и 5 тысяч дам, И короче, и начинается, и вот эта воронка, жадность, стыд, злость, она начинает раскручиваться все больше и больше. То есть она раскручивается, и хоть вы дали, оно раскрутится, пусть даже не в этот раз, в следующий раз вы увидите следующий донат, она все равно раскрутится. То есть эта штука начинает раскручиваться у обоих сторон. И тот, кто просит донат, и тот, кто его платит или не платит, то есть в любых ситуациях, оно начинает вот разворачиваться. Это с точки зрения психологии, как работают вот эти донаты. Поэтому эта штука, она достаточно ядовитая. Она достаточно опасная. Ну, прям, прям вообще. Вот даже, вот вспомните, даже когда вы приходите в какие-то места, где вот эти добровольные пожертвования, да. И вот даже вот, вот вы даете, а все равно мысль так, а я даю много или мало. А вот сейчас на меня что-то как-то смотрят. А вот кто-то вот больше туда положил, а я нет. Говорят, а что я жмутина, что ли, в сравнении с вот эта вот штука донаты, ну, она такая очень, очень краеугольная, очень опасная. То есть с точки зрения психологии, она прям, ну, вообще, то есть я пока вот прям как-то вот пытаюсь внутри себя оправдать эти донаты, что, ну, раз они существуют, значит, ну, по-любому в них есть какое-то благо, в них есть какая-то польза. Потому что, ну, если прямо они были совсем не полезны, они бы не существовали, да. Ну, что-то там должно быть, что-то хорошее, да. Вот, давайте у вас спрошу, как вы считаете, помогите мне найти, ну, там точно должно быть какое-то благо. Очень хочется как-то оправдать и найти какие-то позитивные стороны. Я верю, что они точно есть, даже если они мне пока не очень видны. Вот это к вам вопрос. Может быть, подпишите комментарии. Как вы считаете, вот как вы относитесь к донатам? Попадали ли вы в эти ситуации, когда вы просили, либо у вас просили, либо вы давали? Какие у вас вот эмоции? Что там было? Было похоже на то, что я говорю? А может быть, как-то по-другому? Может быть, я что-то не учла? Да, очень важно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А также напоминаю. Вот, кстати, это мой выход из доната, из, вот, ну, то есть как конструктивно, да, то есть мой денежный соляр, это 26 марта. Я в этот день для того, чтобы активизировать свои финансовые потоки, просто делаю скидочку о том, что скидка 50% в этот день. Ставьте себе напоминаловку, чтобы вовремя вспомнить. Это мой способ пойти для того, чтобы вам было выгодно и мне было хорошо, чтобы наши с вами жабки квакали как-то в унисон.